Воспитанники детского сада «Руслан» совместно с участниками военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал» воссоздали легендарную копию Знамени Победы. Его пронесут 9 мая по главной улице Нового Уренгоя. Кроме того, дети подготовили театрально-музыкальную программу для родителей и ветеранов. Что из этого получилось, расскажет Анастасия Волкова. Не по-детски серьезно воспитанники дошкольного учреждения «Руслан» готовятся к ответственной миссии. Сегодня им выпала честь создать собственными руками копию Знамени Победы. Вооружившись губками и белой краской, они аккуратно выводят трафарет на красное полотно. У меня лично это первый опыт, когда мы с детьми дошкольного возраста готовим копию Знамени Победы. Пока не знаю, что у нас получится, но ребята с большим интересом, с большим энтузиазмом отнеслись к поставленной задаче. К празднованию Дня Победы здесь готовятся все 286 дешкалят. Символично, что 120 из них – учащиеся кадетских групп. Параллельно с творчеством наставники рассказывают юным защитникам и об истории символа Победы, и о сражениях Второй мировой. За происходящим наблюдают ветераны. Показать им, что как надо уважать ветеранов наших, великих отечественных, старших, чтобы они знали ответственность, какую ответственность они несут, хоть они с детского сада. И они с такой гордостью, с такой, я не знаю, пониманием вот это все приняли. Отряд на месте, стой, ваш, два. Отряд налево. Строевая подготовка, гимн, минута молчания. И вот маленькие моряки, солдаты и летчики со своими старшими товарищами выносят свое знамя, которое тоже войдет в историю. С ним 9 мая малыши пойдут на парад, а после свое почетное место оно займет в музее детского сада. Анастасия Волкова, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok